Мы обмерили 5 сантиметров и вот таким образом я складываю ленту, чтобы сразу подготовить на несколько лепесточков. Лепесточков понадобится 14, по 7 черного и оранжевого цветов, как и положено для георгиевской броши. Их Ирина Рудовская за 3 года смастерила штук 200. Единственный сложный нюанс – обжечь стороны ленты и склеить лепестки между собой. Зато украшения не нужно покупать. Я не люблю покупать вещи хендмейт у кого-то. Если я вижу, что я могу это сделать, то я сразу раз себе идею записала, так сказать. Идея броши проста. Приладив лепестки, нужно приклеить кабошон, середину цветка. Их и ленты, рукодельницы в магазине тканей покупают заранее перед 9 мая. Делают украшения для всей семьи. Обязательно, да. У меня вся семья, двое деток, муж. Мы всегда с брошью на праздники. Хочется выразить все-таки благодарность, наверное, нашим прадедам, что сражались за победу. Ну вот какая-то дань такая. Складываем ленту и проклеиваем, фиксируем ее в таком положении. Смастерить трогательный символ победы можно в среднем за час. 20 минут прикрепляет бутон на георгиевскую ленту. Булавку тоже стоит не забыть. Кроме победных брошей, Ирина делает и те, что с сиренью, гвоздиками, тюльпанами и триколором. Уверена, любой может их сотворить. Просто нужно уделить этому время некоторое. А в принципе, даже детки спокойно, если вот им все показать, рассказать, детки справляются с изготовлением таких брошей. У меня сын во втором классе учится, старший, и мы пробовали с ним уже. Попробовать может каждый. В школах города мастерица проводит тематические мастер-классы, а готовые броши дарит и продает, не дороже, чем за 200 рублей. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город».